если ты видишь что тебя там бьют да ты должен отвечать вот это вопрос да на самолете боюсь летать серьезно чего себе условия здесь не только игра здесь и жизнь говорю хорошо это просто ты до кровати ну не то что там доползаешь там падаешь на пол этим и тебя там массажист тебя тащит на кровать что положить ну сразу разочарование это ясно что сборной германии всем привет легенда российского футбола сегодня в гостях у казино сочи встречаем александр мостовой александр добрый вечер здравствуйте добрый вечер рады приветствовать вас казино сочи спасибо большое я тоже очень рад находиться здесь в таком прекрасном как бы сказать казино у нас из старшей лиги поэтому гости казино сочи придумали для вас вопросы посложнее сложнее хорошо значит я конечно готов конечно готов ну тогда приступим давайте попробуем здесь много вопросов от гостей казино сочи выбираем 10 любых и отвечаем у них честно и откровенно давайте значит они все закрыты мешать мешать не буду мешать не буду участвовали ли вы в потасовках на поле или вне поля вот такой вот у нас вопросы яркий самого начала ну как мы договорились говорить про на некоторые да на некоторые вопросы честно и откровенно да участвовал ну это было я думаю что в детском таком юношеском возрасте юношеском возрасте поэтому пришлось пришлось но даже им так сказал много раз отстаивать свою свою прямоту а потом уже потом я бы не сказал я не назвал что это были потасовки это были просто спорные ситуации в которых мы как музыка может быть какие-то страны вы можете назвать вот с которыми приходилось вступать какие-то разные нет в принципе со многими со многими футболисты то что я же много лет играл за границей поэтому ясно что мы пересекали все там разные национальности здесь не зависит если если ты видишь что тебя там бьют да ты должен отвечать поэтому эти потасовки они прямо на поле после игры происходит или как-то команда между собой договариваются так чем не менее нет 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 футболе в профессиональном конечно так не происходит потому что сами понимаете футбол не хоккей это в хоккей могут подраться и удалять и все удалили в этом туда-сюда в футболе нельзя конечно раз это будет что потасовка можно потолкаться там покричать друг на друга по обзывали друг другу там и все до рука прикладства не доходила один раз был случай до 1 раз был случай все прекрасно знают во франции когда играли против французов, товарищеская игра была, и там вот уже под трибурным помещением мы немножко помахались, можно так сказать. И вы тоже принимали участие? Да, принимал. Но я в то время как бы всех французов знал, поэтому мне пришлось... Всех поднял? Нет, мне пришлось разнимать. А, ну хорошо. Добрый полицейский. Мне пришлось разнимать, да. Ну хорошо. Лучший форвард, с которым вы играли? Лучший форвард? Да. Фух, вот это вопрос, да. Я... Ясно, что я коротко на этот вопрос не отвечу, потому что, понимаете, карьера футболиста, да, это буквально там 20 лет. Начиная с 17 лет, когда я попал в «Спартак», поэтому можно я назову... Нет, ну здесь вопрос прямой, лучший форвард. Я бы назвал двух-трех. Ну хорошо, тройка. Тройка лидеров. Тройка лучших, потому что я говорю, с такими футболистами играл, со многими очень сильными футболистами играл, поэтому... Ну хорошо, ну тройка. Давайте, однозначно, Колыванов. Это наш Игорь Колыванов, с которым я там, можно сказать, рос, да, там, с 12 лет, который, ну, кто знает, кто следил, он много лет проиграл в Италии. Сейчас он на тренерской работе, однозначно, потому что по мастерству, по таланту, по многим качествам, ну не просто так человек 10 лет играл в Италии, и сколько забивал. Хорошо, засчитываем. Дальше, дальше. Назову, наверное, Хуан Санчес, такой испанец был, он играл у нас, потом играл в Валенсии много лет. Можно сказать, не выразительный, да, не фактурный, ничего, но делал все правильно, и все в свое время. Помимо этого, он еще и забивал. Понимаете, для нападающего очень важная черта, что правильно открывается, правильно понимает игру, вовремя находится в том месте. Поэтому Хуана тоже, наверное, отнесу сюда в это число. И еще одного. И еще одного. Ну и давайте, давайте назову Сергея Родионова. Давай. Сергей Родионова, потому что человек, который был в Спартаке, когда я пришел молодым, и много-много лет проиграл в Спартаке, и сейчас, кстати, в Спартаке работает, поэтому, поэтому вот, я думаю, что тройка такая. Хотя хочется туда еще нескольких футболистов. Я не сомневаюсь, мы этим ограничимся. Итак, следующий вопрос. Вытягивайте. Что лучше развивать в нашей команде? Оборону или нападение? В нашей команде это наша сборная России. Россия, конечно, да. Знаете, вопрос немножко такой, он как бы не совсем футбольный, да, развивать. Можно было назвать тренировать или... Ну пусть будет, мы можем его немножечко переформулировать, не страшно. Да, немножко, да, потому что развивать, как... Ты же по-любому тренируешься, отрабатываешь какие-то приемы. Но я думаю, что и то, и другое. И нападение, и защиту нам нужно улучшать. Может быть, автор этого вопроса имел в виду, что на данный момент в сборной России немножечко... Хуже, хуже. Подвисает, да. Да, подвисает. Что нужно бы подтянуть? Ну, вы знаете, какая ситуация? Вот, если сейчас можно говорить, да, мы две игры выиграли у Саудской Аравии, выиграли у Египета, да, и все кричали у нас все шикарно, все здорово. Через три дня мы проиграем сухую 0-3 у Ругуая, и сразу стало все плохо, да? Это было ожидаемо. Правильно, но это говорит о чем? Это говорит о классе, о мастерстве, правильно? Мы две команды слабо обыграли, и так люди же... Я рад, очень был рад, что вы обыграли, и все довольны были. Это шикарно. Просто люди продолжали жить надеждой. Конечно, поэтому я говорю, что здесь несколько вопросов, тяжело отвечать, потому что настоящий уровень, он не проявляется с Саудовской Аравией, он проявляется с командами уровня Ругуая, уровня Португалии. Правильно ли я вас поняла, что в нашей сборной России нужно подтягивать... Многие, многие. И то, и другое. Да, многие моменты, но опять же я говорю, на сегодняшнем чемпионате мира это не говорит, что вот сегодня ты будешь, оттренируешь это, и завтра выйдешь и обыграешь. Нет. Можно и не тренировать это, а выйти, один раз ударить в девятку и все, и выиграть игру, правильно? Поэтому нет. Да, хорошо. Засчитывается? Да, конечно. Ваши фобии и страхи? Задает вопрос Ирина. Ага. Мужчины про футбол, видите, дамы про фобии и страхи. Есть? Ну, нет. Чего там боитесь? Ну, на самолете боюсь летать. Серьезно? Серьезно, да. Хотя всю жизнь летал, всю жизнь летал. Представляете, сколько там у каждого там спортсмена перелетов, переездов. Ну, просто я за свою жизнь столько налетал, что... И каждый раз идешь в самолете? И каждый раз, да. Каждый раз, да. Обалдеть. А еще? И, наверное, скорее всего, высоты. Высоты немножко так вот. Не то, что боюсь, а не люблю. Знаете, есть друзья, которые там поднимаются. В скайпарк прыгать не пойдете, да? Нет, нет, нет. Нет, вот есть такие вещи, которые, да, вот, которые я вот наотрез, знаете, вот, что бы там ни делали, что бы ни говорили, да? Вот, как мы говорим, там, с детства, там, я в жизни не курил никогда. Вот я сказал, даже никогда не попробую и вот никогда не пробовал. А каких-нибудь там паучков, там, тараканчиков нормально? Нет, ну, это нет. Это больше женские фонды. Ну, да, да, да. Нет, не скажи, потому что, как ты, я жить не встречаю каждый день. Это вам повезло. Команда, недостойная быть на чемпионате мира. В скобочках худшая команда. Худшая команда. Сейчас мы от вас не отстанем, пока не назовете эту несчастную страну. Подождите, мы, значит, у нас вылетели, какие уже домой-то отправились команды, так-то, это я просто сейчас вспоминаю, да? Ну, вот, если бы Саудская Аравия не обыграла Египет, я бы сказал, что Саудская Аравия, да. Ну, они обыграли Египет в последней игре. В общем, их вдвоем там... Получается, Египет самая слабая, или, потому что другие, даже Южная Корея обыграла Германию, да, которая... Кто-то еще, поэтому, подожди, а кто же там у нас... Есть команда, которые не набрали ни одного очка? Может быть, у вас свои собственные критерии определения? А вот если по своим, я его вот отнесу, ну, тогда я отнесу все-таки, ну, Саудская Аравия все-таки. Хорошо. Вот так. Ну, она... Они не обидятся, потому что они, они и сами знают. Они русские не понимают. Нет, они сами знают. Интервью наше не увидят. Как вы считаете, почему США не участвуют в чемпионате мира? Футбол вне политики? Очень хороший и актуальный вопрос, между прочим. Не, ну, во-первых, они не участвуют, потому что они не отобрались. Они в футбольном... А, они не прошли, они не попали. по футбольному... Потому что очень много сейчас гостей из Америки, насколько я понимаю. Ну, не забоясь, что много гостей мексиканского происхождения, которые живут в Америке. Нет, это однозначно, потому что я и Москве встречаю многих, и я говорю, вы где? Они говорят, да мы из Америки. Я говорю, как вы же мексиканцы? А мы знаем, что в Америке же много живут мексиканцы, поэтому большая часть, кстати, приехала оттуда. Такие америка-мексиканцы. А если вообще говорить про... Нет, они не прошли, они не прошли, они проиграли кому-то и не вышли. Конечно, это странно, потому что, в принципе, у них неплохая команда, которая претендовала на выход, и было бы здорово, если по Америке тоже приехал на футбол. Я, по крайней мере, в футбольном плане это было бы неплохо. А вообще футбол как-то все-таки связан с политикой, или это обособлено? Я думаю, связан. Я думаю, связан. Да, я думаю, связан. Конечно, всегда говорим, что спор должен вне политики, и футбол должен вне политики. А имеют место быть какие-то договорные матчи на чемпионате мира? Или все-таки это такое большое событие, которое не поддается? Ну, знаете, договорные как... Ну, я был участником двух чемпионатов мира, да, и, в принципе, присутствовал. Ну, они... Не сказать, что они договорные. Они вот, например, матч, который был совсем недавно, играла Дания с Франции. Его договорным назвать нельзя, хотя болельщики, может, и кричали там, да, там, в последние минуты там гудели, свистели. Ну, это не договорной матч. Это матч то, что две команды понимают, что им и то, и другое ничья устраивает. Поэтому зачем им напрягаться, чтобы там кто-то забьет, а не дай бог там в другой паре там кто-то... Поэтому они играли спокойно и знали, что они выходят две команды и ничейный результат сыграем. Поэтому я это не называю договорным. Ну, в подсознании, как бы, но они договариваются, да, там, на поле. Ну, ребят, все, давайте играми ничью и все. Ну, не на уровне каких-то политических договоренностей. Нет, ну, конечно, нет, нет, конечно же нет, потому что... Хотя... Я думаю, что в истории футбольных там чемпионатов, ну, больших, и такие матчи, наверное, скорее всего, были. Все-таки было. Ну, а наши не первые победы, победы, честные победы? Конечно, конечно, конечно. Ну, хорошо, я очень рада. Нет, победы честные. Просто говорю, если мы сейчас возьмем назад, как бы, вернемся там 20-30, там, 10 лет назад, и какие-то матчи, если мы сейчас... Просто я всех же не помню все матчи, просто я там, если там какие-то меня зовут, я, конечно, там, посмотрю этот матч и скажу, ну, здесь ясно, что что-то не нормально. Что-то не нормально. Это было. Чем отличаются тренировки сборных России от других стран? Да, кстати, у вас же опыт в разных странах. Вам, думаю, есть чем поделиться. Ну, вы знаете, ясно, что, или там все прекрасно знают, что в какой-то, в каких-то моментах тренировочный процесс, он всегда отличается от того или иного, там, подхода, или от того, или другого тренера. У всех же на футбол взгляд свой, и все, как бы, футбол тоже понимают по-разному. Может быть, есть какие-то принципиальные вещи? И воспринимают. Есть, конечно, принципиальные, нет, понимаете, да нет, в принципе, в футболе-то давно все придумано уже, ничего выдумывать не надо, как мы говорим. Есть 11, играют против 11, не играют же там. Масситет изобретет. Да, нет, не играют же 11 против семерых, да, если кто-то сейчас вышел с Семером, мы с Семером, будут все пускать, ничего себе. А так, в футболе все придумано, есть пенальти, есть мяч, есть угловые, есть, как бы, все давно уже. именно тренировки. А тренировочный процесс это зависит от индивидуальности каждого тренера и футболиста. Ну вот, у вас так складывалось. Я говорю, я проиграл в четырех странах, поэтому, в принципе, все везде похоже, все везде похоже. Другое дело, что ясно, что где-то в какой-то команде тебе делают больше упор на физику, на физические какие-то упражнения там бывает тренер, в какой-то наоборот, ну, простые примеры, я говорю, какой-то тренер заставляет тебя ходить в зал, чтобы ты в зале там качался, качался, качался. А есть, попадаешь в какую-то команду, зал наоборот, закрывают, повесит тренер замок повесит и говорит, что там, например, раньше в России, ну, в России, я в Советском Союзе еще играл, я в России, по-моему, я в России ни одной даже игры не сыграл еще в чемпионате России. В Советском Союзе, например, не было таких упражнений, чтобы идти в зал, там, что-то подкачиваться, там, или накачиваться, тоже залов не было у нас вообще. Понимаете? Когда я уехал, там, в 20 лет, первый у меня опыт был в Бельфику, я уехал, конечно, я уехал, там, на стадион захожу, в раздевалку, там, рядом зал тренажерный, там, там это, там бассейн, там то, я говорю, ничего себе условия. Здесь не только играть, здесь и жизнь, хорошо. Правильно-то я говорю, 91-й год, представляете? да. В 91-м у нас тут, что у нас было в 91-м, и там, конечно, я говорю, нифига себе. И, конечно, каждый день смотришь на это, один пошел в зал, другой пошел с тренером по физподготовке, третий это, у нас тренер по физподготовке, это слово, буквально там, лет 7 назад начало появляться, а раньше же такого у нас никто и не знал, понимаете? Хотя это ключевая роль вообще в любой команде, в любой команде. конечно, обязательно. А можете рассказать нам какой-нибудь самый жесткий день, какой-нибудь такой очень плотной тренировки, как это проходит, с чего он начинается, из чего они состоят из тренировки? Могу, да, могу сказать, это, в принципе, я думаю, что во всех профессиональных командах это, прежде всего, предсезонка, предсезонные сборы, самые предсезонные сборы, это когда команда после отпуска возвращается, все, значит, вдохнули. И начинается такая жесть. Да, первые, на опыте иностранных команд первые пару дней тренировка такая, лайт, так легко все, потому что знают, что сейчас анализы будут брать, медицина, все это, первые 2-3 дня все проходит в этом. Потом все понимают, что сейчас команду забирают, и мы обычно уезжаем куда-то на сборы, там, на 10 дней. И вот здесь начинается самая тяжелая пора, самая тяжелая, потому что трехразовые тренировки, и в основном это закладывается в физический фундамент, когда ты просто, что ты до кровати, ну не то, что там доползаешь, ты там падаешь на пол, и тебя там массажист тебя тащит на кровать, чтобы положить тебя, потому что, ну действительно, нагрузки сумасшедшие, потому что, ну закладывается фундамент, это нужно перетерпеть, потому что ты месяц отдыхал, да, ну кто-то как-то готовится. на поле, это везде, это везде, это утром, утром на поле, после обеда в зале, вечером опять на поле зал, и все в таком режиме, знаете, нон-стоп, прям вот идет, 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 потому что, ну тут важно, я говорю, перетерпеть, первую неделю, потому что все начинает болеть сразу, ну конечно, невозможно, все болеть начинает, потом это ломается, 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 и где-то вот, там, день на восьмой начинает потихонечку отпускать, и ты уже так начинаешь кататься это да но и предсезонные сборы всегда так это этого я думаю что не только в футболе это и в хоккей хотя в хоккей немножко больше да они там отдыхают там по четыре месяца потом два месяца готовится футболисты сколько отдыхают ну в основном ну месяц максимум максимум месяц вот сейчас мы чемпионат мира сейчас закончится да а через неделю многих команд уже там начинаются какие-то игры тренировки поэтому ясно что им дадут отдохнуть многим неделю-две но все равно уже там в августе уже многие чемпионаты начинаются ну да раз порядок дня такой недостой да ваше открытие этого чемпионата мира кто удивил приятно и не очень ну сразу разочарование это ясно что сборной германии разочарование номер один да по понятным причинам причем смотри я сейчас отвечу то что я говорил еще где-то там месяц два назад когда мне спрашивали фаворитов да я германии никогда не относил число фаворитов сейчас все многие говорят а как так типа почему я не относил их до 10 чемпионата я говорил я не отношу число фаворитов и видишь как получилось что они даже из группы не вышли первый раз в истории ну вот видел видел некоторые проблемы виден немножко вот видел но открытие дальше германию ясно что туда а у федерзен как сказать а приятно и никто особо не удивил на данный момент нет вот если завтра и послезавтра что-то как-то произойдет будет тогда можно назвать а так пока идет таким вот как сегодня франция аргентина да ясно что французы были более так более как бы выше к котировались чем аргентинцы да ну вот они в принципе и выиграли как проходит идеальный день александра мостового во первых у меня идеальных дней не бывает уже давно почему вот так тоже не слово идеально это не знаю здесь какой-нибудь такой хорош обычный как проходит обычный день на александр мостового не на если у тебя каждый день счастливый не не счастливы это счастливы когда счастливы когда тебе 25 лет ты играешь в какой-нибудь хорошей команде у тебя все хорошо вот и счастливы да вот он идеальный вот он идеальный да когда ты знаешь просыпаюсь у тебя тренировка там у тебя семья а сейчас мы просто просыпаемся что-то делаем и как-то и как-то выживаем серьезно я надеюсь что настроение улучшится после сегодняшней игры после поездки в сочи горы заряжают на самом деле вот александр спасибо большое за твои ответы откровенность я тебе желаю удачи фарта не зря ты приехал в казино сочи и не забывай что именно здесь наши гости только выигрывают хорошо спасибо вам большое попытаюсь им тоже испытать фортуны попытаюсь что-нибудь выиграть я в этом не сомневаюсь всем пока пока спасибо